мы немножечко проспали наша задача сейчас по-быстренькому все по закидывать машину поехать выехать из отеля поехать на завтрак и мечать на очку топовую локацию вообще прям максимально вот но сделать нужно так можно быстрее потому что мы проспали все может собрались на стенка почти собрана красуется красуется тут такая перед зеркалом стоит давай побыстрее чайчик допиваем все и погнали на завтрак ну все спасибо этому дому едем в другой у ребятки вы постоянно задать вопросы славян где бронировать жилье славян как искать блин на самом деле я вас прекрасно понимаю ведь рынок настолько большой столько всяких сервисов что вообще непонятно кому доверять и реально как правильно искать где искать и так далее то подобное на самом деле если вы путешествуете например по россии то я рекомендую вам пользоваться суточно ром почему на самом деле ребята очень круто постарались и сделали очень удобный сервис на котором абсолютно все понятно и интерфейс на самом деле хорош помимо всего этого сервис работает не только на территории россии но еще и во многих странах мира сами зайдите и посмотрите плюс у ребят есть отличная акция если вы путешествуете по россии бронируете то вам возвращается кэшбэк представляете баллами который вы можете потратить на следующее путешествие на следующее жилье я тоже оставлю ссылочку в описании вы переходите бронируете себе жилье подыскиваете кстати когда бронируете для того чтобы понять расположение пользуйтесь картами включайте панораму смотрите где находится это жилье так вы четко сориентируетесь и ваш отпуск ваше путешествие будет максимально комфортно ссылка там так оба утрамбовываемся папа да 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 сюда поставь едем и думаю мы уже полтора месяца на шри-ланке а никак не можем привыкнуть к местному времени ну ты-то понятное дело это про нас мамы говорю и вообще ни в какую мы вроде и ложимся даже какие-то дни по этому господи по местному а в любом случае встаем и по московскому часов 8 утра здесь уже вся движуха уже говорится половина все закрывается мы только проснулись не знаю наверное перед тем как улететь может прям окончательно перестроимся и будет трындец давайте вышвыривайтесь мы приехали опять центр candy candy нас роде к нам сюда и так машины закрыли переходим дорогу пошли 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 пошлите вот сюда идем в том выпуске показывали это заведение вот единственно сейчас посмотрим по очереди потому что в тот раз здесь очередина была вообще какая-то катастрофическая сегодня нету пошлите вот ценники покажу вам будем короче эти досы заказывать и покажу что это такое вот вам принесли первую как она назад досада доса сыром это называется специфические такие блины огромные огромные на самом деле вот смотрите моя рука и вот какой размер три моих руки и что-то здесь короче еще вот наложено непонятно где эти первые вот пробует вкусно очень этот национальная индейское блюдо а если она устро и вот теперь нам принесли это сыр и лук да но как по сути здесь все естся руками то есть мы отламываем можно макать какие-то штуковины попробуем много кроме лука какой-то булгур она острая вот это острая штука забавная история на наши блины точно лучше когда ничего не знаешь не понимаешь еще заказывать сколько заказывать мы заказали это четыре огромные лепешки а по сути нужно было заказать две и нам было бы вот прям за глаза они реально огромные так что если кто здесь будет лучше заказывайте одно двоих заказали два чая но один обычный короче пакетированный до 100 200 рублей есть их местный масала чай стоит всего лишь 50 рублей представляете вообще прям сущие копеечки вот это как бы им он из приправ и специи со специями вот пробую важно здоровье любимый чай жены славянного брата нам уважать они любят индию довольно это сладко что мы вчера его пили мы позавтракали все это дело вышло на 3500 рупи на наши это 700 рублей а плюс-минус вот и сейчас и сейчас мы отправляемся все можно было в два раза меньше брать подождите и вышло вообще там на 300-350 рублей сейчас отправляемся дальше сейчас постараемся перейти дорогу я вам расскажу сядем машину расскажу куда мы дальше едем у меня номер оса басик дожилык если вы собираетесь куда-либо полететь абсолютно неважно откуда и абсолютно неважно куда самое главное куда-нибудь лететь наполняйте свою жизнь путешествиями для того чтобы ваши путешествия были максимально комфортны я рекомендую пользоваться сервисом авиасейлс на этом сервисе отличная фильтрация подборка дешевых авиабилетов мы всегда пользуемся только этим сервисом и плюс ко всему он принимает российские карты что немаловажно в нынешних реалях ссылку там оставлю переходите бронируйте себе билеты и отправляйтесь путешествия мы отправляемся смотрите вот на вот эту вот достопримечательность которая называется амбула на маутин хилл блин место шикарная так понимаю да вот вы тоже уже понимает что это очень крутая штука и мы должны сделать восхождение на самый пик там высота трындец подъем занимает минут сорок возможно с детьми даже целый час сейчас едем дорога как обычно ну и дальше уже красоты будем смотреть вместе дрон собой сегодня обязательно возьмем целая история выехать из города днем пробки пробки он ведь как перебегает просто хаотичные люди дорогу ровно так же как едут машины рост а пэц помнить какое движение да здесь конечно ездить одно удовольствие мне кажется здесь знаете как люди на права сдают ты вот учишься в автошколу там я не знаю куда какой-то изучаешь потом тебя садят машину и ты должен просто например полчаса выжать в этой движухе вот если ты выжил и тебя не сбили то ты получаешь водительское удостоверение а вот если тебя сбили то как бы все заново надо проходить мне кажется вот так здесь проходит экзамен потому что здесь мы реально нет таких правил кто как едет кто куда хочет ай поворачивать жесть смотрите едем пивня слон африканский смотрите да с пивнями с такими офигенно вот это да судя по всему нам нужно именно туда вот на эту вершину вон видите на горе прям башня вон видите вот нам нужно да на самый верх видите какая высота подъем сюда вообще конкретный серпантин да смотри-ка что творится увидите какой перепад давай есть я даже не не знаю машина вообще справиться не справится вход здесь платный за детей не взяли за нас по 1000 рупий плюс машина 200 и того вот 2 200 и продолжаем дальше подниматься подъем настолько жесткий что машина вот короче сложно и а вообще сюда можно доехать просто мы это сделали точнее нет ни мы она это сделала слушайте вы даже не представляете как тяжело наехала но У меня такое ощущение, что тяжело наехало из-за того, что был включенный кондиционер. А потом, в итоге, по ходу дела, кондиционер сам отключился. Надеюсь, он будет работать. И она еще более-менее поехала. Смотрите, какие здесь виды. И это не самые крутые. Все как на ладони. Ай, вообще невероятная красота. Нам нужно продолжать куда-то идти дальше, дальше, дальше. Наверх, пока не знаю куда. Жара серьезная, 33 градуса. Заряжаемся все кепочками. Я вам даже какую-то кепочку взял. Носенка берет шляпу. Мирошка в кепочке. Надеюсь, дойдет в этой кепочке. Да, все, пойдемте. Блин, машина. Главное, еще вернуться, потом обратно. Спуск конкретный, я не знаю. Главное, чтобы эти не загорелись тормозами. Так, ну, Мирошка вообще настроен, понимаете, вообще. Да, Мирошка, обходи, обходи камушек. О, про препятствия. Ну, и, собственно, нам нужно подняться на самый-самый верх. Лестница очень узкая. Родик, смотри. Но, надеюсь, у нас получится. Ай-ай-ай, кобра. Вай-ай, кобра. Вау. Ужас какой. Я надеюсь, у нас получится. Заходим. Опа, здесь такая верт... Руки-руки, Родион. Вертушка. Ух. Да-а-а-а. Уж. Здесь на территории есть мечеть. Есть буддистские. Есть мини, это вышка. И само наше здание, собственно, да? Куда нам нужно. Да? Мироша, пошли. Пошли, пошли, Мироша. Мироша. Вон здесь, с какой техникой приходят вообще стадикамы. Да, дроны летают. Сейчас тоже будем летать, обязательно. Посмотрите, какие виды. О-о-о, невероятная красота. Вот так вот джунгли сверху прям. И то, что нам нужно. Вай-вай-вай. Под конец-то вообще реально лестница. Узкая-узкая-узкая. Красивый вид. И даже есть колокол, в который можно подойти и постучать, позвенеть. Пойдемте, пройдемте. Я черпел. Начнем наше восхождение чуть с другой локации. Сначала ударим в колокол. Вот, а потом уже пойдем подниматься на самый-самый верх. Здесь, конечно, вообще, слушайте, потрясающие там хребты открываются. Вау. Так, вот. Ага, сможешь, Тёма? Да. Давай. Нет, 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 висеть не надо. Надо просто ударить на него. А как? Дай, Тёмка, давай. Стой. На удачу. Я думаю, что здесь нужно снимать однозначно на широкий угол, дабы передать всю картину, которая есть. Здесь вроде как можно подняться внутри, но сейчас этот вход, я так понимаю, закрыл. А, нет, вот это, вот внутри подниматься, а нам нужно как-то пройти наружу, каким-то образом. А, нет, это, наверное, и есть. Пошлите. Ну что, мы начинаем восхождение. Я очень надеюсь, у нас это сделать получится. Я вот, видите, уже Мирошку даже взял на ручки. И нам предстоит нехилый подъем на руках. И учитывая, что у меня ещё, вон, рюкзак, там 3 литра воды и дрон, ещё техника, короче, прикол. А идти будем однозначно медленно, потому что мы как бы не одни здесь, а идти будем все вместе. Сейчас шёл парень местный, по-русски разговаривает хорошо, я меня спросил. Я говорю, а где выхода на улицу? Он говорит, ещё 2-3 пролёта и будет выход. Фу, а я уже устал. Ну, собственно, вот, выход. Давай, Мирошка, делай папе паузу. Это первый вид. Первый вид. Вот он, видите, просто я говорил, это малый. Малая эта башня. Можно и на неё сходить. А мы на большую ходим. Мирошка, пошли. Да, мы будем однозначно подниматься на большую. Каким-то образом. Через такие узенькие проёмы можно выйти на балконы. Ай, ну так это, походу, и всё. И началась сама лестница. Bye-bye. Bye-bye. Значит, не длина отнимается. Страшно, чё страшно? Bye-bye. 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 А, это мы по улице один этаж прошли. А вот и нет. Короче, смысл в том, что здесь можно в самую башню наверх подняться. А можно подниматься вот здесь. Подождите, где мамы-то? Стойте, дам сюда. Смотрите, как узко. Просто вот у меня не проходят плечи. И нужно вот так вот бочком проходить. Hi. Пойдёмте, парни, пошлите. Пойдём. It's okay? It's okay. Пошли, пошли. Ух. Видите, мы кое-как расходимся. Тёмка очень аккуратно. А в ступенях вот такие дырки. Ау. А, ну мы уже почти дошли, можно сказать. Шутка, конечно. Ещё где-то полпути. Но это сразу топовая локация. Смотрите, узкие двери. Вот, можно подниматься там внутри. Пойдёмте. Идём, идём, идём. Пока идём. Пока ещё широко и даже можно расходиться с людьми, которые идут навстречу. При желании, можно даже будет обогнать. Настёнка, ветер идут, шляпу, держи. Блин, пап, мне страшно. Я тебя держу. А вот там, посмотрите, какой серпантин, видимо, по которому мы и ехали. Смотрите, как узко. Я просто облокачиваюсь на эту башню и иду. Я держу, держу, мирошку. Мирошку пока. Это бомба. Конкретно. Мирошку подержу. Так, забыл руку. Опа. Смотрите, как узенька. Просто... Так, ой, здесь ещё надо расходиться. Слушайте, конкретно. Кепочки держите, чтоб не улетели. Ну да. Вон, смотрите. Внизу серпантин. Вот по нему мы и поднимались. ну вот все детки ходят с детками ходят а тем временем у нас становится все уже и уже все здесь как расходиться с людьми даже не представляю да я могу сразу зависит топчик вообще так держу-держу-держу тихо-тихо-тихо мироша чё там тёмка страшно вот он вход нам короче нужно спуститься пропустить потому что мы не можем вот такую вот кабинку залазим чтобы нам разойтись сейчас сейчас мироша стой мироша вот это поворот в парне давать за мамой в общем все у нас тенки сдают нервы как говорится конкретно идти она больше не может и не хочет вот поэтому я пойду один поднимусь здесь смотрите она здесь не проходит здесь вот так вот только бочком очень-очень аккуратно вот так вот представляете просто вот так вот так как закончила мы просто на вершине мира ну получается вот это вот надо мной это все это последний это последний пролет ой здесь точно стоит постоять понаслаждаться виды конечно улет мы словно с вами на дроне взлетели спускаться портфель пуще развернуть самое интересное будет да я застрял нету два пролета и все но я на последний пролет не зашел потому что там вообще там битком уже там даже не пройти все здесь достаточно давать еще я не знаю это сто процентов топовое место которое если здесь нужно а если вы эти высоты то тем более нужно сюда подняться потому что здесь сто процентов преодоление вот это страха высоты так сейчас 2 минут заходим пропускаем конуру зашли вот так вот сейчас пойдем получать что мы достаточно вовремя пришли мы еще там нет еще не все так в общем ждем но мы почти спустились слушайте это конечно квест на самом деле сложный начиная вот дороге заканчивая подъем на самый пик аккуратко парни здесь вот на дроне то что летали китайцы там девчонка узком плохо это же видели этот какой-то они тоже влог снимают интересно какой не столько аппаратуры фотики профессиональные объективы стадикам и дроны несколько вопрох все закрепляется петличие диджайки короче я у них что-то серьезное там происходит но не факт это все и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» смотрите какие здесь мощные сетки это вам не так как у нас от камнепадов мы вообще кстати я тут на днях говорил по поводу сосен посмотрите мы едем вообще в сосновом лесу царить какие сетки как здесь укрепляют видимо падает здесь серьезно сотри вообще другая природа ничего себе вообще а здесь какие виды мы даже решили остановиться потому что вид здесь магия здорово о вот это дела это короче видимо какой-то отель сотрите и это все чайные плантации вау а там еще и озеро какое-то вон вдалеке снувшибательно рамбу от туннель он такой небольшой здесь еще конечно прикольно ты едешь едешь и мы попадаем вот прям в очень такие серьезные горы виды сногсшибательные вот мы например проезжаем здесь рамбода водопад морить какой крутой вот так вот сразу после сразу после туннеля и туда можно даже подняться фото я думаю что платного там касса но можно им понаслаждаться и отсюда на самом-то деле фуал но я так думаю что есть заплатить денежку то можно а ну конечно смотрите вон там вон вон там вон как раз еще больше то есть здесь прям такая видимо тропа туда к подножию водопада отрицающе ну-ка пойдемте перебежим вай 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 ну мощно согласитесь а что интерес там там наверно вообще водопад серьезно срывается и ну и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получается, что Рамбода очень крутая локация для путешествий, для пеших маршрутов Здесь очень много водопадов, очень много рек и, естественно, гор И везде здесь можно ходить и гулять Разъезжаемся, видите как? С автобусом на серпантине Здесь очень красивые горы Здесь невероятная красота Это совершенно другая Шри-Ланка Вообще! Вот кто приезжает чисто почилить на пляже Ну, 100% многое теряет Но это на самом деле абсолютно везде У-у-у! Смотрите! Это абсолютно везде вообще, где есть горы, где есть море Если человек выбирает только море, он ногу теряет Смотрите, какие красоты Мы снова остановились, чтобы запустить дрон Здесь все очень красиво В итоге женщина подошла, говорит Нати, Нати, говорит эту морковку свежую Ага, живи, я не повозь Ага, живи! Ага, живи! пока летал приземляюсь бегут уже короче дети бегут с цветами дети гридай мани мани это бежит салатом со своим моркови еще один третий короче дрон посадил игры все поехали пацанам дали постоять их здоровье ой прикол небольшой итог зафиксировать мы проехали 700 километров уже по острову а за бортом 21 градус прикиньте мы отключили кондиционер открыли поначалу окна сейчас уже закрыли окна потому что стало прохладно вот так вот высоко в горах мы находимся моряка лавка вы посмотрите на эту архитектуру вай вай мы будем гулять по этому городу посвятим ему целый выпуск максимально но это будет уже не сегодня в следующих видеороликах вот мышцы прокатились здесь очень красиво здесь такие места так что не пропустите это будет следующих выпусках здесь есть большая парковка правда она почти вся свобода здесь буквально пять машин стоит сейчас выгружаю ее затаскиваю покажу вам что мы сняли конечно начать хочу с видов посмотрите это чайные плантации горы блин потрясающе конечно вообще там по ходу коровы ходят мы получать находимся на пригорке и подниматься сюда очень сложно все это чем выпуске там уже покажу уже больше даже не хочу спускаться никуда это наша дверь давайте заходим так смотрите у нас достаточно светлая квартира вот такую квартиру в долгую снять на шри-ланке конечно было бы было бы прикольно большая гостиная сразу на что тут диван телевизор стол здесь у нас кухня кухня вот прям максимально вот прям крутая во первых она видите так типа п-образная небольшой холодильник газоплита все так все нормально аккуратненько местами уставши но тем не менее посмотрите главный какой вид просто вот так вот из окошка на чайные плантации представляете какая красота так далее у нас здесь две комнаты первая комната вот это здесь стоит одна большая кровать есть шкаф есть зеркало это вот уставший я есть выход на балкон первый сейчас я вам покажу какие здесь виды открываются и дальше у нас вторая комната во второй комнате стоит большая двухъярусная кровать причем это не просто двухъярусная кровать это еще и двуспальная кровать и здесь собственно установлен тоже шкаф тоже комод и зеркало ну и просто вот окно здесь балкона нет это собственно ванна комната здесь ничего особенно туалет раковина и вот такая вот застекленная территория душевой кабины вперед пока идемте покажу вам вид из окна потому что точнее с балкона да потому что вид с балкона конечно просто мирошка отходи красотень это собственно который у нас балкон видите да здесь кстати прям так к соседям не очень здорово но в целом смотрите там опять плантации и у нас закат смотрите красота это вот наш второй балкон закат горы и озеро основное вокруг которого все гуляют здесь плавают в этом озере взять как шикарно шикарно так на вечер мы приготовили борщец представляете да здесь климат как раз позволяет выращивать все экологически чистая в горах выращено потрясающе вкусное наше кстати здесь вот если вы хотите отдохнуть от жары ланкийской то вот как раз это место сто процентов здесь сейчас градусов наверное 17 представляете как здесь комфортно мы давно не испытывали такую кайфовенькую прохладную погоду и есть еще минус тот это то что здесь полы как в турции они леденющие и на полу плитка возможно прям когда жара жара это хорошо в принципе какие там но сейчас например вот конкретно сейчас полы холодные вот мы прям в ботиночках ботиночках по стоимости квартиры это стоит 2 500 сутки вообще чуть дешевле но потом по факту он говорит там еще короче налог и здесь процентов вот я говорю ну типа окей получается 66 долларов вот там переводить там любую себе валюту здесь две ночи и будем дальше отправлять вот на этом я думаю что стоит выпуск и завершить все на приятной ноте сегодня уже думали погуляем вот это никуда не в итоге мы никуда не пойдем потому что очень устали серпантин все-таки конкретно выматывает хоть и виды были красивые сами видели потом пока продукты пока туда пока сюда час надо еще приготовить ужин да сыночек и все и укладываться спать пораньше завтра просыпаться рано и уже непосредственно отправляться на прогулку показывать этот город снимать его вот это уже будет другом видеоролике ставьте лайки пишите комментарии пока до нового выпуска и пассажире и Продолжение следует...